Будущий путепровод на пересечении Московского и Ракитовского шоссе уже приобрел свои очертания. Два тоннеля и кольцо. Бетонные конструкции на пересечении Московского и Ракитовского шоссе готовы на 95%. Осталось забетонировать одну подпорную стенку. Затем здесь начнутся дорожные работы. Бригада рабочих трудится круглосуточно и движение по Московскому шоссе по тоннелям планируют открыть уже в этом году, но не раньше осени. На пересечении с проспектом Кирова дело идет чуть быстрее. Здесь с бетонными работами закончили. Началась покраска. На Ракитовском шоссе снизились темпы из-за непредвиденных обстоятельств. Аварий на трубопроводе. Сейчас все коммуникации вынесены за пределы Московского шоссе и кольца в целом. Из кольца вынесено все. Здесь нет больше никаких сетей, кроме тех, которые смонтировали мы. Это ливневая канализация, которая будет уводить поверхностные стоки в основную ливневку. В планах на ближайшие две недели засыпка котлована. Все зависит от погоды. Невозможно уплотнять, невозможно доставлять. То есть есть свои сложности, есть нюансы. Я имею в виду дождь, чистый дождь, потому что не получается у нас. Удавится уплотнение обратной засыпки, соответственно, впоследствии будут неприятности. Строительство двух транспортных развязок – важная часть реконструкции Московского шоссе. Путепроводы тоннельного типа на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе обеспечат беспрепятственные движения транспорта по основному ходу. Само Московское шоссе будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Также построят боковые проезды, где будет выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь же расположатся парковочные места и велодорожки. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События.